Приветствую вас уважаемые зрители! С вами Анна и канал Выпечка Хлеба. Хлеб, который мы с вами сегодня испечем, не зря носит такое название, докторский. Он действительно очень полезен, ведь содержит большое количество трубей. И несмотря на это, хлеб получается достаточно мягкий и пористый, а корочка у него, ну очень тоненькая. Хочу отметить, с тестом этого хлеба приятно работать. Оно очень эластичное и легко отстает от стенок чаши, при том, что остается достаточно мягким. И еще, у меня дома было прохладно, поэтому время растойки хлеба пришлось увеличить. Если у вас будет теплее, ваш хлеб может подойти быстрее. В любом случае, результат должен порадовать, ведь это ваш домашний полезный хлебушек на закваске. За день до выпечки готовим закваску. И для начала освежаем стартер. Для этого достали стартер из холодильника и оставили на час в тепле. Также понадобится 15 грамм пшеничной муки первого сорта и 15 грамм воды комнатной температуры. Добавляем к стартеру воду и размешиваем его в воде. Теперь засыпаем муку. И все хорошо вымешиваем до однородного состояния. Готовый стартер накрываем и оставляем на 6 часов. Через 6 часов наш стартер стал активным. Он хорошо увеличился в объеме, на поверхности множество пузырьков. Для закваски также понадобится 390 грамм муки первого сорта и 390 грамм воды комнатной температуры. В большую стеклянную чашу перекладываем весь активный стартер. Вливаем воду и размешиваем стартер в воде, пока он полностью не растворится. Теперь засыпаем муку и хорошо вымешиваем закваску. Должна получиться однородная закваска 100% влажности. Закваску накрываем и оставляем бродить на 8-10 часов. Лучше это сделать на ночь. Моя закваска бродила 10 часов при температуре 20 градусов. Она увеличилась в объеме 2, на поверхности появилось множество пузырьков. Приступаем к первому этапу замеса теста. Для этого также подготовили 360 грамм пшеничной муки первого сорта, 180 грамм пшеничных отрубей и 240 грамм воды комнатной температуры. В миску для замеса теста перекладываем всю готовую закваску. Засыпаем муку, пшеничные отруби, Заливаем воду и вымешиваем все на самой низкой скорости, пока все ингредиенты не соединятся. Должно получиться грубое липкое тесто. Тесто накрываем и оставляем на 30 минут. Для второго этапа нам понадобится 48 грамм меда, 24 грамма соли, 30 грамм растительного масла и еще 45 грамм воды. Через 30 минут продолжаем вымешивать тесто, пока оно не станет эластичным. На это уйдет около 5 минут. Теперь добавляем масло, мед, Засыпаем постепенно соль, Вливаем воду и вымешиваем тесто еще около 3 минут. За это время оно впитает всю воду и снова соберется в ком. Чашу для расстойки смазываем растительным маслом. Тесто еще немного обминаем вручную. Тесто получается очень эластичным, мягким и остается липким. Готовое тесто перекладываем в чашу, накрываем и ставим на расстойку на 2 часа. Во время расстойки два раза через каждые 40 минут делаем складывание теста. Для этого влажной рукой вытягиваем тесто за край и складываем его к середине. Так делаем со всех сторон. После второго складывания тесто накрываем и оставляем на последние 40 минут. Пока стоит тесто, подготавливаем формы для выпечки. Для этого смазываем их растопленным сливочным маслом. Хорошо промазываем дно и бока форм. Когда тесто подошло, приступаем к формовке хлеба. Для этого стол посыпаем мукой. Я использую цельнозерновую пшеничную муку. Перекладываем на него тесто. Сверху тесто немного посыпаем мукой и делим его на три равные части. Каждой части придаем сначала округлую форму. Продолжение следует... ... Субтитры сделал DimaTorzok Накрываем заготовки полотенцем и оставляем на 10 минут отдохнуть. Через 10 минут из каждой заготовки формируем овальную булку хлеба. Перекладываем сформированный хлеб в форму швом вниз. Субтитры сделал DimaTorzok Формы с хлебом накрываем и оставляем на расстойке на 2-2,5 часа. Духовку заранее прогреваем в режиме вверх-вниз до 240 градусов. Мой хлеб подошел за 2,5 часа при температуре 21 градус. Отправляем хлеб в разогретую духовку. Нижний противень вливаем в кипяток и создаем пар. Выпекаем первые 15 минут с паром. Через 15 минут температуру снижаем до 200 градусов. Пару с духовки выпускаем. И лучше переставить формы на самый нижний уровень. Печем хлеб до готовности еще 20 минут. Когда хлеб готов, духовку выключаем. Достаем формы. И сразу вынимаем хлеб из форм. Перекладываем на решетку и полностью его остужаем. У этого хлеба получается очень тонкая и мягкая корочка. Получается очень ароматный и вкусный хлебушек. Попробуйте приготовить его сами. Приятного аппетита и до новых встреч на канале! Субтитры сделал DimaTorzok